Друзья, еще есть очень важный компонент уверенности. Назовем его экспертность. Когда возникает какая-то проблема, какая-то ситуация, какой-то вопрос, когда что-то вы не знаете, вы должны делать в первую очередь следующее. Вы должны пользоваться своей головой. Подумайте сначала сами. И если уже не сможете найти ответа, то тогда прибегайте к помощи других. Пользуйтесь интернетом, спрашивайте у других. Подумайте, кто как делает, кто как решает эту проблему. Но в первую очередь спросите у самого себя. Подумайте сами. Это касается любой проблемы. То есть поймите, что все ответы на самом деле у вас есть. Если у вас возникает такой вопрос, значит, скорее всего, вы знаете ответ. То есть касательно жизненных ситуаций, это так. Но есть какие-то технические моменты. Например, как устроена печка. То, конечно, можно и в интернет обратиться. Но даже рассмотрим на примере. Вы хотите узнать, как устроена печь. И сразу бежите смотреть в интернете. Как же она устроена? Ведь я в этом никак не разбираюсь. Но на самом деле, если вы остановитесь на минутку и просто подумайте. Значит, что такое печь? Это, по сути дела, спираль, которая подключается к электричеству. И ее в какую-то оболочку сделают. То есть в саму печь. То есть это нагревательный элемент. Там и оболочка для него. Там каменная печь, может быть, электрическая. То есть кладут его, вот этот нагревательный элемент, в какую-то оболочку. Чтобы она просто вот вокруг ничего не сожгла. И вы уже примерно понимаете структуры печи. А теперь, когда вам уже нужны детали, можете обратиться в интернет. Но в первую очередь подумайте сами. И вообще постарайтесь на все иметь свое мнение. То есть пользуйтесь своей главой. И в таком случае, естественным образом, вы во многих вопросах постепенно станете разбираться. И, естественно, это является компонентом уверенности. Например, сломался у вас кран на кухне. Сместитель надо поменять. Не надо бежать сразу к мастеру. Вызывать мастера. Попробуйте сами разобраться. Возьмите инструменты. Попытайтесь разобраться. Поработайте над этим 10 минут, 20 минут, час. Но понимаете теперь, что не получается. Ну, окей. Вот если не получается, в таком случае уже позовите мастера. Но в первую очередь попытайтесь делать сами. Со временем вы наберете вот эту базу какую-то. И постепенно, когда второй раз у вас будет ломаться печь или сместитель. И вы же будете смотреть, как теперь мастер это делает. Вы уже сами станете почти как мастер. Вы уже сами будете в этом разбираться. И у вас уважение к самому себе появится. Потому что вы теперь становитесь более независимым, более умным. И самое главное, вы пользуетесь своей головой.